1054 год. Эта дата не исчезнет из учебников истории даже в случае самой глобальной реформы образования. Именно тогда в христианском мире произошел великий церковный раскол на православных и католиков. Мы находимся на таинстве Евхаристии или Святой Мессии, основном католическом богослужении, православной традиции причащения. Многие исследователи считают, что именно в Евхаристии главная связь между православными и католиками. Но с виду здесь все кажется более чем незнакомым. И музыка в процессе службы, и удобные сидения, на которые можно присесть во время молитвы. На стенах нет привычного изобилия икон, а священники облачены в одежду светлых, золотых и зеленых тонов. Через красоту нашего Иисуса Христа, Моя Его Сына. Из колонок раздается слово служителя, молитва о благополучии разведенных. Проповедь звучит с польским акцентом. Отец Павел тоже из Польши, есть у нас еще отец Энтони, который раньше был наставителем прихода, он из Ирландии. Есть уже такой принцип солидарности. В тех странах, где не хватает священнослужителей местных, тогда епископы обращаются в те страны, где их, скажем, достаточно много. Священнослужители из Польши, Ирландии и Индонезии здесь послы доброй воли с великой миссией развивать католичество в далекой Сибири. К святой братье присоединились местные верующие. Наталья помогала своей вере в прямом смысле строиться. Которые все углы были, все мы там чистили, пыль вытирали, мусор выносили. Вот тут вокруг территории все тоже мы чистили сами. Перед интервью попросила у священника благословения. Говорит, с розарием в руках и мыслями о Всевышнем, она встречает радость и справляется с горем. Вера очень помогает. И моя специальность, преподаватель педагогики психологии, я всегда говорю, что Бог – это самый лучший психолог. Но один психолог не может так помочь, как может Бог, вера, чтение Библии, размышления. Уже неделю Наталья вместе с другими прихожанами молится, чтобы все семь дней празднования Дня Святого Валентина прошли с Божьей помощью. Вчера сидели, придумали, потом все там делали. Дети рисовали различные картинки. Ведь у законной поры влюбленных католические корни. Валентин является покровителем всех, которые страдают нервными заболеваниями. Тех, которые психически страдают. Но кто-то когда-то пошутил, сказал, что любовь – это тоже такая душевная болезнь. И поэтому он тоже является покровителем тех, которые влюбились когда-то. Но даже сами католики признают, что в последнее время, 14 февраля, влюбленными движут совсем невысокие чувства. Поп-культура немножко нам мешает в понятии святости. Распространяется такой праздник 14 февраля, который не связан вообще с духовностью, со святостью, с его жизнью. Только это коммерция. Это у нас дизайнерские, эксклюзивные валентинки. Второй такой уже нет. Лучшие валентинки для долгожданных признаний. Слова, которые можно произносить каждый день, 14 февраля становятся практически обязательными и звучат непривычно часто. Праздник популярен среди молодежи, но и влюбленные в возрасте не проще свежить было и чувства. Чтобы вот какой-то позитив в жизни был, нам нужны праздники. Особенно такие, как День Святого Валентина. А ведь День Святого Валентина не везде сердечно встречают. Назвав 14 февраля пропагандой вседозволенности и распущенности среди молодого населения, белгородские власти запретили праздник. Противоречащим русским традициям этот день посчитали и в Узбекистане. В нашей области до декрета о запрете на любовь дело не дошло. Однако местное духовенство тоже не в восторге от заимствованных гуляний. Очень обидно, что этот день на самом деле воплощает в себе совсем невысокие виды любви. Совсем невысокие виды любви. Мы говорим о том, что этот день продается колоссальное количество валентинок, каких-то сувенирчиков. В общем, весь залежал товар идет, понимаете. Вот все, что в другой день мы не взяли бы с роду. Просто на нашей любви к близким людям делаются хорошие деньги. В православной традиции влюбленных почитают 9 июля, в день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В Испании самым романтичным днем считают 1 февраля, а в Бразилии 12 июня. Так что можете радовать свою вторую половинку намного чаще, если для этого вам так нужен повод. Ксения Еременко, Алексей Зайцев. Утро в твоем городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова